Детальнее новые правила благоустройства обсудим в программе «Послесловие». Задавайте свои вопросы уже сейчас по телефону 222-0041, абонент «Послесловие». Ответы в прямом эфире сразу же после выпуска новостей. К другим темам. ЕГЭ для взрослых. Родители выпускников прошли тест по русскому языку, чтобы понять, что чувствуют школьники во время экзаменов. Правда, вместо трех часов на словесные испытания им отвели всего 30 минут. По словам педагогов, взрослых, как и детей, в тупик вводит выбор. Ирина Шудько подробнее. Снимаем все обложечки. Вход строго по паспортам, при себе только ручка. На этом экзамене все по-взрослому, ведь сдавать его вместо школьников сегодня отправились родители. Десяток смельчаков решили проверить свои знания по русскому языку, а заодно поставить себя на место детей. Неуютно мамам и папам становится еще на входе из-за строгого режима. Пронести калькулятор или мобильный телефон. В аудиторию проведения экзамена не получится. Перед ходом всех участников тестирования проверяют металлодетектором. Здравствуйте. Здравствуйте. В кармане. Так, аудиторию с телефоном нельзя? Предлагаю отнести в аудиторию. Специальные бланки для ответов в класс вносят в запечатанном конверте. В нем же хранится диск с контрольно-измерительными материалами. Ноу-хау последних лет. Тесты печатают прямо на глазах у участников. Эту технологию разработали специально для секретности, чтобы задания не попали в руки учеников раньше экзамена. Даже если кому-либо и удастся заполучить диск, открыть его без специального ключа не получится. Кимы невозможно получить и невозможно расшифровать раньше дня проведения экзамена, раньше 10 часов, поскольку существует несколько уровней шифрования, которые защищают контрольные измерительные материалы. Их принципиально можно открыть только в день проведения экзамена и только в аудитории. Достать шпаргалку или спросить соседа в классе не выйдет. За ходом тестирования пристально следят наблюдатели и видеокамеры. Из штаба член ГЭК, руководитель ПП, проверяющие могут в любой момент включить любую камеру из любой аудитории. Органзатор не заметил с камеры, видно, что участник выставствует из кармана, либо как-то ведет себя подозрительно, там часто наклоняется. То есть за этим всем наблюдают и сразу же вставляют флаги. Флаг как нарушение. Впрочем, родители сложности не испугались. На тесты вместо положенных трех с половиной часов им дали всего 30 минут. Но большинству и этого хватило. Экзамен, он и в Африке экзамен. То есть есть какое-то чувство волнения. Но небольшое, потому что мы уже в своей жизни много экзаменов нас давали. А в принципе не так все страшно, как показывают. Результатами родителей проверяющие оказались довольны. Правда, из-за того, что до сочинения руки дошли у единиц, то бального результата никто не показал. Мы можем похвалить сегодняшних участников акции, поскольку в столь сжатые сроки родители показали хорошие результаты. Они знают многие правила, не допускают ошибок при выборе правильных ответов. Но эти участники на экзамены пришли не за пятерками, а за успокоением. Ведь родители обычно волнуются куда сильнее самих учеников. Но после такого тест-драйва они убедились, не так страшен ЕГЭ, как его молюют. Ирина Шудько, Александр Кожеватов. Главные новости Екатеринбурга.